Ребятки, всем привет, с вами как всегда Валентин Чернов и наконец-то ловушка начала жрать. Вы только посмотрите на эти отчеты, какие они шикарные. Вы, ну и соответственно, сами отчеты и сами схватки, они все засняты, вы увидите через некоторое время. Изначально я расскажу, собственно, как практически готова уже наша ловушка. Причем практически, сейчас тоже узнаете. Во-первых, были снесены все здания, которые производили ресурсы, Димон тут немного настроил. Снесены все поместья, построены уже больницы и больницы потихоньку прокачиваются. На данный момент не прокачиваются. Фамиляров мы пока что оставили, чтобы произвести мощно больше пактов, чтобы докачать аквариуса до максимума. Пакты у нас производятся. Соответственно, закончены исследования, ну практически, сейчас поймете почему. И, соответственно, у нас полностью выстроенная войска, 9,5 миллионов. Итак, давайте перейдем к замку. Многие уже, наверное, заметили, типа, о, 24-й замок, типа, что за дичь, нужен же 25-й замок. Я тоже точно так же подумал, но потом подумал, что на левел замка люди не шибко сильно будут обращать внимание. Они будут видеть 25-й замок, ну, думать, что это 25-й замок, потому что на замке есть скин. Каждый раз, когда я вижу замок, иду его атаковать, я вижу там 40 лямов мощи. Я только потом иногда замечаю, то, что он идет 24-го левела. Ну, серьезно, как бы, довольно-таки часто так бывает, то, что ты замок со скином, 16-й замок, ты такой, типа, лоп, на него обратил внимание, типа, что. Ну, да, он дает кучу преимуществ, кучу преимуществ для ловушки в плане 25-х построек, и конкретно это 25-й больницы. Каждая из которых нам дала бы буст по 5% очков здоровья армии, но это много мощи. Одна больница плюс-минус, посмотрите, у кого сколько больниц стоит. Где-то одна больница около 200 тысяч мощи дает. Если мы умножаем это на 10 больниц, а их тут больше, чем 10, мы получим с вами не 200 тысяч мощи, не 2 миллиона мощи, а там 3, около 3 лямов. 3 лямов, которые, да, дают классные проценты, серьезно, шикарные проценты, но это уже поднятие мощи. Не хочу. Я решил, что я от этого откажусь. То есть, статы ловушки я буду поднимать за счет камней, за счет шмота, но не за счет параметров, которые, соответственно, могут дать мне мощь. То есть, у нас наша боевая мощь, так сказать, будет зависеть не от перчаток Таноса, которые вы видите в левом верхнем углу. Соответственно, было принято решение, что 25-й замок не будет вообще подниматься. Если ловушку обнулят, если какой-то там гэнг-бэнг устроят, благодаря которому теряют там лямб на 2 пехоты, я займу кучу мест в первых ватских событиях, треню заново эти войска и, соответственно, с 24-м замком буду кайфовать. Чего не будет на 25-м замке. Да, я лишаюсь 75%, насколько я помню, очков здоровья армии, но мы вышли в 40 лямбов мощи. Это довольно-таки хорошо. Хорошо, соответственно, у нас есть больница, у нас есть ресурсные постройки. Далее, здесь у нас 24-я академика. Вот это вот все мы потом снесем, когда докачаем до аквариуса до максимума. Ну а по академии, соответственно, экономика 0, защита. Защиту мы вкачали, чтобы создать ловушки. Не так уж много мощи, здесь плюс-минус 500 мощи. Войска, соответственно, мы докачали 9 атака всех типов войск. Восьмерочка идет здоровье и хп, и на 8 прокачанная атака. Они дают каждый старт по 64%, кроме атаки. Атака дается 87%. Тоже принято решение дальше не качать. У меня была запущена защита пехоты, но я ее отменил. Если мы улучшим все исследования, к примеру, только вот эти, мы получим здесь 2 миллиона, здесь 2 миллиона, суммарно 4 ляма. Это уже 44 миллиона, прошу заметить. Блин, это довольно-таки много, это опасно. Соответственно, здесь исследования следующие дают нам по миллиону 700 тысяч. 1 миллион 700 тысяч, то есть 3 исследования, это 6. Мы уже вылетаем в 50 лямов. И вот эти вот исследования, полностью прокачанные из 24 академии, именно боевая ветка, это будет 54 миллиона. Это очень много. Это нереально много. Игроки, у которых 60-70 лямов, в такой замок не пойдут. И сейчас мы, да, мы потеряли кучу процентов на данный момент, потому что камней на аккаунте не так много. Но мы получили огромный просто буст за счет того, что у нас очень мало мощи. И это как раз-таки то, к чему я стремился. То, к чему я не смог прийти на предыдущем аккаунте, потому что тут же я подумал, что, блин, надо бы охоту вкачать, я не собираюсь донатить много денег, а по факту получилась ловушка для сборов. Нет, здесь будет, и точнее не будет, а здесь действительно все по максимуму. Исследования больше у меня не проводятся. Стройка у меня сейчас закончилась, но я ее в скором времени начну. И, соответственно, очень важная новость. Мы с вами перелетели в новый ГОС. Как раз-таки войско я натренил благодаря своей основе, которая мне скидывала Ресы, и также гильдии волков, которые меня Ресами нагрузили в 481 ГОСе. Я туда прилетел, а сейчас я улетел в недавно открывшийся ГОС под номером 501. И, соответственно, здесь-то началось мясо. Как раз-таки в отчетиках вы можете увидеть то, что в 501 ГОСе народ меня заметил, и, соответственно, начал меня атаковать. Кстати, самое интересное, что мне здесь и все еще никто не узнал, наверное, то чувство, когда ты ролики делаешь там раз в неделю, ты немного забываешься. Так вот, как раз-таки народ здесь про меня не знает. И даже я стою с ником Нечернов, и мне все еще никто не написал. Хотя в Глобале я сочусь довольно-таки постоянно. К примеру, вчера я просто так тупо ловил людей, то, что это было в Глобале мгновенно. И, соответственно, народ никак все еще не прореагировал. Вот. Ник, соответственно, после того, как я выложу видос, я его поменяю. Можете на него не писать, пишите ваши комментарии. Ну и, соответственно... Тут явно сейчас будет контент. В принципе, я не жалею, что Димон прокачал у нас охоту на монстров второго левела. Да, это 3000 мощей, это реально херь. Это действительно очень мало, но эта охота на вторых мобов позволяет красть мобов у других. И, соответственно, практически все люди, которых я сожрал, повелись именно на кражу монстров. Лайки, ребятки, всем вам приятного просмотра. Смотрите, как ловушка начала жрать. Ну, а с вами был я, Валя Чернов. После видоса обязательно подпишитесь на канал, поставьте ваш жирный лайк и ждем следующую серию по ловушке. Всем приятного просмотра еще раз. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok